В эфире программа «Вовремя». С вами Анастасия Чернезинская. Добрый вечер. И вот некоторые главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Северный район республики. Не только научная, но и исследовательская деятельность. В столице состоялось открытие «Недели науки и мира». Свои оригинальные проекты представили школьники. Художник, поэт, дизайнер, священнослужитель. В Сирасполе почтили память протоиерея Владимира Скоробогатова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня день милиции. В России и Приднестровье это по-прежнему праздник. Милиционеры нашей республики из-за непризнанности и затрудненного взаимодействия со своими иностранными коллегами работают в более сложных условиях, чем правоохранители соседних стран. Тем не менее, хотя в Молдове и Украине отмечается рост преступности, в Приднестровье ситуация под контролем, отметил президент Евгений Шевчук, поздравляя милиционеров с профессиональным праздником. Приднестровская милиция отмечается высокой эффективностью. И это несмотря на то, что правоохранительные органы полностью не оснащены всем необходимым, отметил президент. За последние четыре года личный состав Министерства внутренних дел уменьшен примерно на 500 штатных единиц. Некомплект на сегодняшний день Министерства внутренних дел составляет примерно около 20%. И несмотря на эти цифры, несмотря на то, что увеличена нагрузка, Министерство внутренних дел демонстрирует высокую эффективность. Президент выразил обеспокоенность тем, что в последнее время Кишнев предпринимает усилия по преследованию сотрудников Приднестровской милиции. Говоря о приоритетных направлениях работы МВД, глава государства особенно отметил оперативников уголовного розыска и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. Приднестровская преступность вошла в экономику, входит в политические институты, используя эти институты для проведения большого количества офшорных операций, отмывания легализации денег, ухода от налогообложения. И на этом направлении, в управлении по борьбе с экономическим преступлением, приходится предпринимать дополнительные усилия для выявления преступлений в этой сфере. Президент наградил лучших милиционеров медалями за безупречную службу. Также ряду сотрудников вручены ведомственные награды и очередные специальные звания. В каждой работе возможны какие-то ошибки. Ну и если ошибок меньше, значит ты правильно выполняешь свою работу. И когда это отмечают, это приятно. Степан Бугаев, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал. Торжественные мероприятия по случаю Дня милиции прошли во всех городах Приднестровья. Особое внимание этому празднику обращают в населенных пунктах, где стражи правопорядка более 20 лет назад принимали активное участие в защите независимости республики. За молодое государство погибли милиционеры Дубасар и Бендер. В 1991 году 48 сотрудников вышли из состава полиции Молдовы и перешли на сторону Приднестровского народа. Так началась история Дубасарского РОВД. Создавать органы правопорядка пришлось с нуля. Сейчас Дубасарский РОВД демонстрирует неплохие результаты. За 10 месяцев этого года общая раскрываемость преступлений составляет более 87%. По линии экономических преступлений – 100%. Отец мой, Чепшина Геннадий Анатольевич, тоже сотрудником милиции являлся. Он погиб при исполнении служебных обязанностей. Рад, что тружусь в данных органах. Работа очень нравится. Конечно, работа неспокойная, тяжелая. Но горжусь тем, что служу органом внутренних дел и пошел по стопам своего отца. В Бендерах в 91-м году из отдела полиции Молдовы на сторону Молдой республики перешли всего 5 сотрудников. В годы защиты Приднестровья от вооруженной агрессии молдавских националистов погибли 5 милиционеров. 47 были ранены. Время пролетело мигом. Сделано было, конечно, многое. Очень многое. Прошли тоже довольно-таки сложный период. Период становления милиции, формирования ее. Потом война, потом опять становление. И в итоге большой, трудоспособный, деятельный отдел внутренних дел получился. Сегодня сотрудники правопорядка в этом городе с повышенным режимом безопасности работают в непростых условиях. Естественно, мы сталкиваемся с проблемами, когда наши оппоненты пытаются нам вставлять палки в колеса различными способами. Мы неоднократно за 24 года выполняли свой долг, участвовали в локальных конфликтах, в различных родах ситуациях, из которых мы выходили только победителями. А вот в Григориопольском РОВД работает 117 сотрудников. В день милиции здесь минуты молчания почтили тех, кто погиб при исполнении служебного долга. В этот день мне хотелось бы пожелать всем сотрудникам милиции, но, естественно, сотрудникам Григориопольского РОВД, в частности, крепкого-крепкого здоровья, надежных тылов, светлого неба над головой. Но если говорить профессиональным языком, то самое главное, это чтобы процент раскрываемости был как можно критически высок. Погибших при исполнении долга сотрудников милиции вспоминали и в Рыбнице. Здесь прошел митинг-реквием у памятного знака. На гранитные плиты возложили живые цветы. Участник Великой Отечественной войны и ветеран Министерства внутренних дел Филипп Оловягин говорит, что для него 10 ноября – особенный день. День милиции назначенный, вот сегодня по радио передавали, с 1963 года День милиции. Я все время справляю День милиции в праздниках. И очень горжусь этим праздником, потому что это почетное звание. И мы держим народ, народ в компакте, в мире. Приднестровской милиции уже 24 года. Во всех городах прошли торжественные собрания, на которых прозвучали поздравления с профессиональным праздником. Отличившимся сотрудникам были вручены государственные награды. Александр Логутин, Первый Приднестровский телеканал. В Дворце Республики состоялся праздничный концерт, посвященный профессиональному празднику «Стражей правопорядка». В нем приняли участие творческие коллективы со всего Приднестровья. В честь сотрудников милиции звучали эстрадные и народные композиции, исполнялись танцы. Кроме того, в адрес сотрудников ведомства звучали слова поздравления от руководства МВД. В этом зале присутствуют люди, которые раскрывают сложные экономические преступления. Люди, которые становятся на пути уголовной нечисти. Люди, которые ведут производство по уголовным делам. Держат руку на пульсе, организуя охрану общественного порядка и борьбу с преступностью. В Приднестровье возможны вбросы экстремистских материалов. Такую информацию озвучили в ходе Совета безопасности. Президент отметил, что эти действия могут быть направлены на манипулирование общественным мнением. Глава государства поручил КГБ, МВД и прокуратуре уделить особое внимание работе на встречах с избирателями. Кроме того, представители Совбеза подробно обсудили вопросы внешнеэкономической безопасности. До единого дня голосования остается все меньше времени. В республике продолжается избирательная кампания, которая сейчас переходит в активную фазу. Этот вопрос подробно рассмотрели на заседании Совета безопасности. Президент сообщил о том, что КГБ обладает оперативной информацией, согласно которой в республике возможна организация вбросов материалов экстремистской направленности в ходе предвыборной кампании для манипулирования общественным мнением. Поэтому глава государства дал ряд соответствующих поручений. Хочу поручить прокуратуре КГБ разработать план Министерства внутренних дел принять максимально активное участие на встречах с избирателями в целях документирования заявлений о возможных преступных действиях тех или иных должностных лиц. Любые заявления о том, что кого-то там, как это говорят, поддавливают, кто-то там что-то украл, кто-то не туда там внес, должны быть рассмотрены. В соответствии с статьей 93 УПК, я думаю, что это будет целесообразно для установления истины под тем или иным сообщением. Участники заседания также обсудили риски и угрозы для экономики страны в результате возможного изменения условий внешнеэкономической деятельности для преднестровских предприятий. Так, недавно представители Молдовы и Украины подписали специальный протокол, по которому планируется введение совместного контроля в международном пограничном пункте пропуска Первомайск-Учурган на преднестровско-украинском участке границы. Кроме того, было обращено внимание о том, что в 2016 году, возможно, наше предприятие не получит тех преференций, которые были действовать по сей день со стороны Европейского Союза. Переговоры идут. Обсуждалась также тема политически мотивированных уголовных дел, которые возбуждены в Молдове в отношении граждан Приднестровья и продолжающаяся практика преследования должностных лиц республики. Александр Логутин, Первый Приднестровский телеканал. Глава государства провел совещание с представителями правительства. В ходе встречи обсуждались предельные отпускные цены на муку. В Приднестровье стоимость основных видов хлеба регулируется государством, что исключает возможность для предпринимателя устанавливать слишком высокую надбавку на основные виды хлебобулочных продуктов. Оценено хлеб на ближайший год. Далее в сюжете. В Приднестровье производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются несколько предприятий. Ранее представители Тираспольского и Бендерского комбинатов предлагали повысить предельный уровень тарифов на муку для хлебопечения. В свою очередь в правительстве провели анализ, обосновано ли такое предложение экономически. В итоге приняли решение – цены на муку и хлеб не повышать. Впускная цена на муку высшего сорта, первого сорта и второго сорта ниже от 2 до 5%. В расчет принималось то, что зерно для данных сортов муки в цене снизилось до 147 долларов за тонну. В текущем расчетном периоде она составляла порядка 164 долларов за тонну. Президент подчеркнул, весьма важным для республики станет дополнительное снижение цены на готовый хлеб. Таким образом, с 1 декабря 2015 года батон фирменный Тираспольского хлебокомбината будет стоить 2 рубля 80 копеек. Батон бендерский от бендерского хлебокомбината – 2 рубля 90 копеек. Цены на продукцию рыбницкого хлебокомбината не изменятся. По поручению президента правительством постоянно осуществляется мониторинг цен на социально значимые товары. В основном это продукты питания. Уже в течение года мы наблюдаем снижение цены на такие продукты питания, как мясо, мясная продукция, рыба. Также на встрече отметили, что хозяйствующие субъекты, в том числе рыбницкий хлебокомбинат, обозначили перед антимонопольным органом проблему доступа в розничные сети республики, что не позволяет наращивать обороты и в конечном итоге снижать стоимость хлеба для населения. Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность расширения сети торговых представительств, государственных хлебокомбинатов для реализации хлебобулочных изделий. Одной из таких торговых точек в ближайшее время станет сеть социальных магазинов «Ветеран». Напомню, по инициативе президента до конца 2015 года во всей республике планируется открыть порядка 30 магазинов. Сеть магазинов «Ветеран» продолжает расширяться. Приобрести продукты по сниженным ценам теперь смогут жители еще одного района Рыбницы. Сегодня там открылся шестой по счету магазин «Ветеран». Возможность отовариться дешевле появилась и у бендерчан. В городе начали свою работу сразу две торговые точки социальной направленности. Кроме того, ведется выездная торговля. Например, сегодня машина с продуктами первой необходимости выезжала в село Большой Малокиш. Магазин по улице Павлика Морозова еще не был открыт, а у дверей уже выстроилась внушительная очередь из пенсионеров и льготников, желающих приобрести дешевые и, главное, качественные продукты близко от дома. Нормально, для пенсионеров отлично даже. И рядом с домом это как его, и цены нормальные, не так, как в тех магазинах. И сгущенку, и тушенку, и все. И макарончики это как в магазине, 12 рублей в шерифе это как, а здесь 5,50. Отлично, это как, мы очень рады, это как, я лично, это как, я думаю, и мои соседи, и вот, и женщины, это как, нормально. Дай бог, чтобы еще открыли по городу. Очень даже хорошо и удобно. Вот, спасибо всем вам. А вы по ценам скажите? Ну, по ценам, ну, конечно, дешевле намного. Рады, потому что зима идет, и пенсионеры не могут далеко идти, а здесь нам близко. И я посмотрела на цены, самые необходимые устраивает. Дешевле намного, и мы рады, что у нас близко, и мы можем подойти и закупиться. Потому что тут у нас рынок рядом, он дорогой для нас. Магазины сети «Ветеран» в Биндерхе открылись по улице Павлика Морозова, 4, в микрорайоне Борисовка, и по улице Темирязево, 24, в микрорайоне Шелковой. Востребованность этих видов магазинов, этого вида услуг для наших пенсионеров, для наших бюджетников очень высока. И пенсионеры, бюджетники обращаются в администрацию и общественные организации с вопросами, касающимися дальнейшего расширения сети этих магазинов. По словам гендиректора ММЗ, только на этой неделе будет открыто порядка пяти магазинов по республике. Кроме того, в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Приднестровья организована выездная торговля. Например, сегодня точка выездной торговли была организована в селе Большой Малокиш. Первое изначальное наше решение было открыть всего 10 магазинов. Но тот спрос, который на сегодняшний день мы видим, естественно, мы поняли, что это очень мало. Мы остановились на 30. Но в планах у нас стоит по всей республике открыть 50 магазинов в городах и несколько точек в селах, в труднодоступных селах. И также порядка, мы арендовали 10 машин, которые будут вывозную торговлю делать. Это очень далекие села, труднодоступные села. Проект нашел отклик. У многих людей они оказывают безвозмездную помощь в организации работы магазинов. Огромное спасибо людям, которые нам тоже помогают. Это люди, которые на сегодняшний день не безразличны. Наши пенсионеры, люди, которые обращаются ко мне. Без их помощи нам бы было очень тяжело. Практически бесплатно эти люди работают. Продавцы, водители и многие-многие другие. Они начинают вместе с нами это дело вести вперед. Вот этим людям я бы хотел сказать огромное-огромное спасибо. В этот же день в Рыбнице открылась уже шестая по счету торговая точка «Ветеран» по улице Бориса Главана, 15. Магазин открыт на улице Бориса Главана, где достаточно мало социальных объектов, социальной инфраструктуры, ввиду того, что это давно сложившаяся застройка из домов частного сектора и домов муниципального жилого фонда, которые действительно были отдалены от магазинов различных торговых сетей. Кроме продуктов первой необходимости, на прилавке фрукты и сладости. Для льготников все товары по ценам от производителей. Рис купила, гречку купила, консерву, что еще? Мандарины. Ну, дешевле намного, наполовину почти. Ну, я сэкономила на 150 рублей. Мы очень благодарны, что нам открыли такой хороший магазин. Потому что здесь много пенсионеров, и они ходят на рынок, и тяжело носить авоськи эти. Мы очень благодарны президенту Приднестровья и директору МНЗ. В ближайших планах расширение торговой сети. По словам организаторов, магазины «Ветеран» будут открываться, пока цены на товары не нормализуются и пока не спадет ажиотаж вокруг продуктов. Николай Стоянов, Татьяна Семенюк, Роман Донец, Первый Приднестровский. Вернуть в собственность государства предприятия, которые перешли в частное владение на несправедливых условиях, компенсировать ущерб, причиненный работникам этих предприятий, оградить власть от бизнес-структур. С этим предложением выступила инициативная группа «За справедливость». Она объединяет партию и четыре республиканские общественные организации, которые планируют спросить мнение жителей по этим предложениям и затем передать списки в различные органы власти, чтобы мнение приднестровцев было отображено в законах. Возврат государству предприятий, которые были приватизированы на несправедливых условиях, это важнейший пункт в программе общественников. Они считают, что когда заводы и фабрики передавались новым собственникам, за небольшие суммы нарушались права как государства, так и работников. Занижалась стоимость предприятий, что не было фактически аукциона, его еще, по-моему, сейчас называют тендером, но это даже не важно. Знаю достоверно один случай, когда о продаже бывшего государственного имущества специально никого не уведомили, чтобы пришли только нужные люди и чтобы никто не спрашивал, а чего так дешево. Ущерб должны компенсировать собственники предприятий и должностные лица, проводившие несправедливую приватизацию, считают общественники. И настаивают, что таким лицам необходимо запретить занимать руководящие посты, в том числе избираться в Верховный совет. А депутатская неприкосновенность должна быть ограничена. Кроме того, они хотят обязать парламентариев разрабатывать законы, но запретить им заниматься бизнесом и представлять интересы коммерческих структур. К сожалению, сейчас у нас капитализм, у кого деньги, у того власть, влияние, возможности. А когда у кого-то, у какой-то фирмы или группы граждан денег больше, чем у государства, эта группа превращается в монополиста, начинает диктовать свои условия уже не только своим работникам, но и государству, начинает, пытается, по крайней мере, определять политику государства, это уже опасно. Высказаться по обозначенным вопросам инициативная группа «За справедливость» предлагает населению. Планируется начать сбор подписей. По итогам мнения приднестровцев обещают передать органам власти, в том числе президенту и новому составу Верховного совета. Степан Бугаев, Алексей Двоенкин. Первый Приднестровский. Ярмарка-фестиваль «Я приднестровец» достигла самого северного района республики. Село Подойма Каменского района свой очередной день рождения отметила вместе с Приднестровской государственной телерадиокомпанией. Это уже пятый населенный пункт Приднестровья, в котором прошел данный фестиваль. Люблю тебя в любое время года. Мое родное, милое село. Подойма – одно из самых больших молдавских сел республики. На территории сельского совета проживают свыше 3,5 тысяч человек. Более 95% из них – молдаване. В этом году селу исполнилось 286 лет. Приветственной телеграммой сельчан поздравил президент республики. Дорогие жители села Подойма, примите мои поздравления с храмовым праздником села. Несмотря на трудности, с которыми сегодня сталкивается государство, проблемы в социально-экономических сферах, сельчане плодотворно трудятся на благо родного края и республики в целом. Я выражаю всем жителям благодарность за преданность, старания и тот вклад, который вы вносите в развитие своей малой родины. Храмовый праздник в этом году совпал с проведением очередного этапа республиканской акции «Я – Приднестровец». Символично, что мероприятие прошло у Дома культуры, реставрация которого началась этой осенью благодаря реализации президентской программы. Мы очень рады, что сегодня такой прекрасный концерт привезли нам. За последние десятилетия у нас не было такого собрания в нашем селе. Собрались люди с детьми, с семьями, хорошие песни, танцы очень понравились. Свои определения, кто такой Приднестровец, и пожелания республики мира, признания и процветания на ставших уже традиционными стендах писали люди разных возрастов. Я родилась в непризнанном государстве, поэтому я пожелала нашему Приднестровью скорейшего признания, чтобы мы стали наконец полноценным государством, и чтобы о нас узнал весь мир. Быть Приднестровцем – это значит быть патриотом своей Родины, это значит любить все ее истории, все традиции, гордиться ею. В концертной программе приняли участие танцоры из села Парканы, вокальные коллективы из Григориополя и Каменки. Я горжусь своим краем, своим селом. У нас живет очень добрый, гостеприимный народ. У нас традиции очень хорошие в селе. Но когда кто-то приезжает к нам, то уже и не хотят уезжать отсюда. Я горжусь тем, что я Приднестровец, я горжусь тем, что я Каменчанин, что я Подаймянин. У нас сегодня замечательный праздник. У нас еще раз можем доказать всему миру о том, что Приднестровье – дружная страна, о том, что Приднестровье объединяет в себе много национальностей. Сегодня в молдавском селе радуются, танцуют, веселятся люди русские, украинцы, болгары. Не менее многолюдной в этот день была и импровизированная детская площадка. В играх и конкурсах вместе с детьми участвовали сказочные персонажи. Цель и задача нашей акции – очередной раз показать приднестровцам, что мы едины. Наша акция, она такая патриотическая, республиканская. Мы ездим из города в село, из села в город и говорим нашим приднестровцам, что быть приднестровцем – это гордость. Сегодня праздник удался. Вы видите, сколько людей, видя улыбающиеся лица детей и взрослых, нам это безумно приятно. Акция «Я приднестровец» стала частью празднования храма села Ивсуклеи. Несмотря на сотни километров, разделяющих населенные пункты, жители сел считают себя единым народом – приднестровцами. И вот это сплочение, это ощущение того, что мы единое целое, которое помогло нам 25 лет назад выстоять. Поэтому, я думаю, поможет и в будущем. Я за то, чтобы наше село процветало, чтобы оно было на карте еще не один век, и чтобы здесь жили мои дети в комфортных условиях. Мы гордимся, что мы приднестровцы. Ирина Полесико, Валентина Стасишина, Юрий Занечковский, Первый Приднестровский. Ради нескольких секунд свободного полета – десятки часов теоретических занятий. Почти неделя – ожидания летной погоды и долгие тренировки на земле. Для заключительной группы бойцов армейского спецназа парашютно-десантная подготовка закончилась практическими прыжками. Служу в спецназе уже три месяца. Сегодня совершил первый прыжок. Он был довольно очень удачный. Хорошие только воспоминания о нем будут, потому что ты летишь в небе, как птица, расправляешь руки. Приземление было мягкое. Ребята подбежали, помогли собрать парашют и уже выдвинулись на точку. Перед прыжками все солдаты прошли обязательный инструктаж. Правильно погасить купол парашюта и приземлиться без серьезных травм. Бойцам помогали их сослуживцы. За всеми этапами укладки снаряжения постоянно наблюдали опытные инструкторы. В преддверии Международного дня науки в Террасполе состоялось открытие «Недели науки и мира». Столичные школьники представили свои лучшие ученые труды. О перспективной молодежи и о том, как будет проходить научная неделя, расскажем далее. Открытие «Недели науки» в стиле путешествия во времени. Древняя Греция, период Ренессанса, взлет науки в 20 веке. Костюмированное представление сопровождают портреты ученых разных эпох. Век 21 в постановке «Отсутствовал его место» заняли выступления школьников. Они представляли свои лучшие научные труды. Ира и Полина рассказывают о разработанном ими мультимедийном проекте, назвав его «Планета здоровья». Там есть динамические зарядки для глаз, физкульт-минутки для деток, допустим, детский садовского возраста и школьников, там первый, второй класс. Также мы сделали сами мультик, там, рецепты питания. В нашей энциклопедии есть несколько фильмов про алкоголь и табакокурение. В нем мы представляем правила, что содержится, допустим, в данной сигарете или как влияет на организм человека 100 грамм алкоголя. Над этим проектом девочки работали два года. Говорят, этот труд пригодится им для поступления в медицинский. Другие участники конференции рассуждают о защите животных, экологии и других направлениях научной деятельности. Всего в этом году более 360 школьников стали победителями, призерами, номинантами различных интеллектуальных марафонов. Перед каждым педагогом в системе образования сегодня стоит серьезная задача – это воспитание личности нравственной, ответственной и, прежде всего, личности интеллектуальной. Нужно сказать, что в последние годы в систему столичного образования активно внедряются инновационные технологии. Это, прежде всего, проектная исследовательская деятельность. В эту деятельность вовлекаются как учащиеся, так и педагоги. В начальных классах еще и родители. Юные ученые, говорят в УНО, рассуждают на не менее актуальные темы. Маленькие они представляют свои работы. В прошлом году это было 8 секций. Это «Моя улица», это «Экология города», это «Храмы города». Это проекты начальной школы, они охватывают историю родного края. Это очень важно. Довольно успешно преднестровские школьники и педагоги защищают свои проекты на международных научных конференциях. Только за два месяца учебного года уже пять преподавателей представили работы в Москве. Неделя науки в республике наполнится научными форумами. Основное мероприятие состоится 14 ноября. На базе гуманитарно-математической гимназии учащиеся начальной школы выступят со своими исследовательскими работами. Наталья Цику, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал. Художник, поэт, дизайнер, священнослужитель. В Тирасполе вспоминали клирика Тираспольского кафедрального собора протоиерея Владимира Скоробогатого. Сегодня ему исполнилось бы 43 года. Отметить это событие друзья и родственники отца Владимира решили выставкой, на которой помимо картин представили также его стихи и песни. Продолжить тему Ирина Полесика. И беда с того же дня ищет посвят у меня. Песни Высоцкого отец Владимир любил особенно, вспоминают друзья. Порой сам брал в руки гитару и под струнный перебор читал стихи собственного сочинения. Отец Владимир был и живым, и веселым, и таким, знаете, он как-то и светский был человек, и православный, и все это в нем очень хорошо и очень естественно уживалось. Он увлекался живописью, писал стихи, пробовал себя в дизайнерском деле, скульптуре. Часть работ, 18 картин, представили на выставке. Вот старая церквушка, рядом о чем-то задумался монах. У каждой работы своя история, ведь создавались они зачастую в рамках проекта «Камар». Сегодня мы не только представляем его работы как художника, но и представим диск, его песен и стихов, сигнальные экземпляры, потому что когда весной мы проводили вечер памяти отца Владимира, мы обещали, что начнем работу по публикации стихов отца Владимира и музыкальных произведений. Первую часть, так сказать, своего обещания Центр культурно-исторических исследований совместно с епархией выполнил, и сегодня этот диск увидит свет. На диске 14 разных композиций. Есть романсы, элегии, шуточные песни. Первые экземпляры получили в подарок Тираспольский объединенный музей, Центральная городская библиотека и Дом народных традиций и ремесел, в котором отец Владимир был частым и всегда желанным гостем. Очень разнострованные речи. Жаль, что не записаны его проповеди. Песни есть, стихи есть, картины есть с проповедью, как делок. Все всегда отмечали проповеди отца Владимира. Это действительно была та строка Библии, написанная через священника, через художника и преподнесенная людьми. Протеиерея Владимира Скоробогатова не стало в феврале этого года. Его давней мечтой, говорили на встрече, было выпустить сборник стихов с иллюстрациями. И книга выйдет, уверены родные, ведь свои проекты он всегда доводил до конца. Ирина Полесико, Андрей Макаренко, Первый Приднестровский. К новостям спорта в террасе «Полиган Волвс». Уклея художественная гимнастика в Бендерах шашки. Все подробности у нашего спортивного обозревателя Юлии Саракопут. В Бендерах завершился традиционный турнир по шашкам 64. Ежегодный мемориал основателя Бендерской школы шашек собрал интеллектуалов ближнего и дальнего зарубежья. Так, в самой главной гроссмейстерской подгруппе за призы боролись сразу пять чемпионов мира. Впервые на этом турнире чемпионского звания добился воспитанник Бендерской школы Денис Дудко. Борьба за золото с кишиневским спортсменом Ионом Доско велась до самого последнего тура. Не было тут поражений, но Бендерчанин одержал на одну победу больше. Третье место заняла действующая чемпионка мира среди женщин Елена Сковитина. В Суклее прошел четвертый международный турнир по художественной гимнастике «Приднестровская осень». В этом году на ковре собрались 70 спортсменок из Приднестровья, Молдовы и Украины. Они разыграли 27 комплектов медалей в девяти возрастных группах. Самую сложную программу мастеров спорта показала бендерчанка Аида Башич. До бендерской школы также золото завоевали Ева Самарина среди взрослых и Полина Соловей возрастной категории 2006 года рождения. Больше всего наград у суклейских гимнасток пять медалей высшего достоинства взяли хозяйки ковра в младших возрастных категориях. Я уже показала без предмета и обруч. Я думаю, я выступила хорошо. Ну и мне понравилось, и моим друзьям тоже понравилось. Между тем у гостей турнира только одна золотая медаль. Ее заработала 11-летняя молдавская гимнастка Анастасия Гус. В рамках национального первенства по гандболу среди мужских команд терраспольский ПГУ отыграл матч с Кишиневской ривьерой. Лидер чемпионата имел значительное преимущество и победил со счетом 38-26. Этот поединок для нашей команды стал контрольным перед ответственной встречей с Кишиневским Олимпусом. Она состоится уже в следующем туре. «Хотелось бы связочки где-то поработать, просмотреть, где-то в защиту наиграть, а также активную и менее активную, то есть 5-1, 6-0. На сегодняшний день вроде бы как, может быть не все еще получалось, но мы постараемся оставшиеся 5-6 дней поработать над этим». Вторая столичная команда «Сдешор-1» также провела матч на своей площадке. Терраспольчане обыграли Чобольский клуб «Динамо-Сокол» на 8 очков. Юлия Саркопутова, Дин Гачков, 1-й Приднестровский. Это были главные новости. Все материалы вы можете найти на сайте нашего телеканала. А прямо сейчас о погоде. 11 ноября в Москве небольшой дождь, ночью плюс один, днем плюс три. В Киеве также небольшой дождь, ночью девять, днем 12 градусов тепла. В Кишиневе пасмурную ночью 13, днем 17 выше нуля. В нашей республике по информации гидрометцентра ожидается облачная погода, ночью местами небольшой дождь. Весер северо-западный 7-10 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Температура воздуха по северу республики ночью от плюс шести до плюс восьми, днем 12-14 со знаком плюс. Столицы ночью от плюс семи до плюс девяти, днем 13-15 выше нуля. Последующие сутки без осадков, небольшое повышение температуры воздуха. На этом пока все. Развитие событий уже завтра, как всегда, вовремя. Хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok